Почему Кадыров для тебя предатель, а Джохар нет? Ведь он служил верой и правдой Советскому Союзу, был летчиком-офицером, и все чеченцы гордились им, даже жена русская была. Вот это последнее, я не знаю, как это характеризует человека, он женился на той женщине, которая была ему приятной. Он имеет на это право. Мусульманин может жениться на мусульманке, христианке или иудейке. Так что это вообще не аргумент, я не знаю, для чего ты это здесь приводил. Что касается твоего вопроса, то он очень странный. Неужели ты не понимаешь разницу между предателем и достойным человеком? Надо, наверное, начать с каких-то азов, понимания предательства. Предатель – это тот, кто был сначала на твоей стороне, а потом перешел на сторону врага и стал вместе с этим врагом бороться против тебя. Твой вчерашний товарищ, который борется против тебя теперь, он предатель. Джохар – это человек, который не боролся против нас. Вся его деятельность, все то, что он служил, на всякий случай тогда все, кто не залетал в тюрьмы, все служили. Это потому, что служба была обязательной. То, что Джохар сделал там карьеру, он делал эту карьеру во благо нам, для того, чтобы потом, когда у него будет возможность использовать ее за нас, а не против нас. И он это показал, доказал. И даже если бы это все было не так, даже если бы он изначально был бы против нас, но затем, когда понял, перешел бы на нашу сторону и сразился бы с нашим врагом, все равно он бы не был для нас предателем, он был бы для нас героем. Поэтому вопрос какой-то очень странный. В том, что почему нас до Первой войны никто, кроме Афганистана, не признал, если все было в рамках закона, или мы плохо ввели тогда внешнюю политику. Афганистан нас не признавал до Первой войны. Афганистан нас признал уже после начала Второй войны только. До Первой войны единственные, кто нас признали, это был президент Грузии, который на тот момент находился в изгнании, он находился у нас. Он нас тогда признал до Первой войны. Больше никаких признаний не было. Почему не было признания? Потому что мир, он так устроен, если вы поняли, это как бы прецедент. Если мир признает где-то, когда Россия, тем более Россия, являющаяся ядерной державой, она претендует, и там идут какие-то разборки между нами, и мир берет превентивно, что-то там признает, то это открывает дорогу России для ответных мер, а здесь тоже полно таких ситуаций, сепаратистских настроений, там всяких споров по границам и так далее. То есть Россия может в ответку это признать. То есть люди здесь, в западном, вообще в цивилизованном мире, очень не хотят подобного, подобных прецедентов, понимаете? Это Россия может запросто там Южную Осетию признать, Абхазию. Мир так не поступает. Если бы мир так поступал, они бы уже давно Тайвань признали. Весь этот мир хочет Тайвань признать, весь этот мир, ну в западном мире я имею в виду, сотрудничает с Тайванем, поддерживает Тайвань, но официально его не признает, понимаете? Поэтому у нас, они, в нашем случае, они тоже просто притихли и ждали, что этот вопрос между нами как-то решится. Ну а у нас, как вы видите, он и решится. Салам. Не кажется ли, что в тебе уживаются две противоположные тенденции, национализм и салафизм? Ведь салафизм на практике враг адатам и многовековым народным ценностям. Надо определяться, что важнее. Я думаю, у тебя неправильная осведомленность об исламе. В исламе, в салафизме, как ты говоришь, нет никакой проблемы с адатами. И я не знаю такого. Вообще таких мусульман, может, есть какие-то течения, которые, как ты говоришь, были бы врагами адатам. Тем адатам, которые не противоречат религии, разумеется. Те адаты, которые противоречат, конечно, по ним каких вопросов быть не может. Но ислам, он наоборот, поддерживает те адаты, то есть те обычаи народа, которые не противоречат. Наоборот, ислам побуждает к тому, чтобы эти обычаи были сохранены и практиковались в народе. И в священных писаниях есть очень много ссылок на обычаи. Как, например, во время бракосочетания нам велено давать махар в соответствии с обычаем. Чьим обычаем? Обычаем того народа, где происходит бракосочетание. Поэтому у тебя просто неправильные знания, тебя кто-то неправильно осведомил, либо ты, может быть, сам где-то что-то там прочитал и решил, сделал сам какие-то выводы. Но нет, это неправильные выводы. Томсо, при всем уважении, твои доводы про махар и другие бытовые практики некорректны, ведь основы самосознания народов строятся на сакральных вещах почитания святых народных кодексов, священных мест. Может, есть такие народы, как ты говоришь, но, во всяком случае, к нам это не относится. Да и вообще так к мусульманским народам относиться не может. И когда какой-то народ в своей основе принимает ислам, то он покоряется этим священным писанием, и любые противоречия, идущие с священным писанием, они должны быть устранены. Как бы народ эти вещи принимает. Поэтому, да, это может быть происходит не сразу. В каких-то народах мы можем увидеть проявления каких-то там обычаев, традиций, противоречащих исламу, которые еще там не устранили. Это вот недавно, допустим, принявшие. Такие моменты есть, но когда они уверовали, они уже взяли на себя обязанность все это устранить. Поэтому им от этого никуда не деваться. Что касается самого обычая, еще раз говорю, если эта тема интересна, то посмотрите, что об этом говорят ученые. Ислам ни в коем случае не то, что не против обычая. Наоборот, основа в том, чтобы эти обычаи сохранять. Чтобы народы отличались друг от друга. Для чего Аллах ведь говорит, что Он создал нас народами и племенами, чтобы мы таким образом узнавали друг друга, поддерживали родственные отношения. Поэтому основа в том, что языки, обычаи, культура, традиции, чтобы эти вещи, наоборот, сохранялись. В этом смысле это, наоборот, обязанность мусульман, то есть ислам налагает на них эту обязанность сохранять те обычаи и традиции, которые не противоречат религии. А вот почитание святых, и то, о чем ты сказал, это уже не обычаи, это уже религиозные вещи, они не относятся к обычаям. Обычаи – это какие-то там внешние атрибутика народа, их одежда, это какие-то то, как они, допустим, строили архитектуру, как они там у кого-то башни такие, у кого-то дома там другие, у кого-то землянки. Это какие-то мероприятия по бракосочетанию и так далее, когда, допустим, в каком-то народе принято было, скажем, быка дарить, а где-то было принято золото дарить, понимаете, вот они вещи, которые отличают. Но те темы, которые касаются святых, поклонения и прочее, это уже не вопросы культуры или традиций. Вчера местные поломали так называемые пограничные столбы и заграждения в так называемой Южной Осетии. С каждым днём напряжение растёт, народ никогда не смирится с сегодняшним положением. Я видел, кстати, это видео, там пацаны грузины ломают. Вообще, если кто не знает, там такая ползучая идёт оккупация, постоянно со стороны России передвигают вот эту такую так называемую пограничную сетку, они её передвигают, передвигают, доходит там даже до абсурдного, что человек может сегодня лечь спать, у него на краю его участка, где огород у него заканчивается, у него проходит вот эта вот сетка, он ложится спать, просыпается, а у него уже всё, огород на территории России находится, ну, так называемой Южной Осетии. То есть они перенесли, и огород уже отжали, и он не может в свой огород зайти. У него в туалет, допустим, в огороде, он в туалет себе сходить не может, потому что это будет считаться, для России это будет, типа, нарушение государственной границы, нелегально. Поэтому там реально, как бы, ситуация непростая. И напряжение, да, растёт. Саваб. Совбез ООН обсудит ракетный удар России по Виннице с массовыми жертвами мирных жителей, сообщают СМИ. Тумсо, а что делает Россия с совбезей ООН? Почему эту тварь нам до сих пор держат? Ну, таковы правила, и этим правилам следует, Россия является одним из ключевых игроков в этом мире, так как это ядерная держава, и она, ну, к сожалению, она решает вот такие вот вопросы, касающиеся безопасности всего этого мира. Она является членом этого совета, который решает такие вопросы. И почему её оттуда не исключают? Могут ли её оттуда исключить? Я не знаю. Это немножко... Это такие вопросы. То есть, вам нужно устав ООН там изучить, понять, по каким принципам вообще туда вводят, выводят и так далее. Спасибо за ответы. Последний вопрос. Не есть ли тогда сложившиеся вирды кадарийского и нахшбандийского толка в Чечне результатом многовекового компромисса между народным самосознанием и Исламом? Надо понимать, что кадарийский и нахшбандийский тарикат суфизмы это вообще не чеченское изобретение. Для начала. То есть, это надо отделить. Это мы. К нам, вот Ислам, он пришёл с такой стороны. Вот Ислам этот. Представим себе, что это чистая вода, которая до того момента, когда до нас дойти, она прошла через различные соли, какие-то минералы, примеси, и до нас уже попала с каким-то привкусом. Понимаете? Вот это приблизительно такая же тема. К нам он пришёл, Ислам, уже с примесями этого суфизма. Поэтому сначала к нам пришёл Ислам суфистского толка и нахшбандийского тариката, а затем пришёл и кадарийский. И то, что далее у нас какие-то компромиссы, как ты говоришь, там происходили, это не связано вообще никак с религией. То есть, если бы к нам пришёл бы Ислам без примесей, то это бы тоже никак не поменяло бы хода этих процессов, которые выталкивали бы, выдавливали бы какие-то обычаи противоречащие. Понимаете? Единственная разница в чём пришедший Ислам любого, какого бы толка он ни пришёл, если здесь есть какие-то заблуждения, которые позволяют, например, какие-то обычаи. Да, они будут сохранены. Но я имею в виду, что это не связанные вещи. Обычаи это обычаи. Религия это религия. И если обычаи противоречат религии, то есть приоритет безусловно даётся религии. Она по-любому выше. И обычаи подгоняются под религию. А не наоборот, ты не можешь религию подгонять под обычаи. И если ты спрашиваешь, не происходило ли в Чечне подобное, ну да, возможно, происходило. То есть подгонялись ли, подгонялась религия под обычаи. Возможно, да. Но связано ли это с тем, что это был суфизм? Я думаю, нет. Это уже зависит от искренности тех людей, кто этим занимается. Неважно, какое течение, какого толка исламу к тебе пришёл, если бы там были бы люди недобросовестные, следующие за своими страстями, то они бы подгоняли бы религию под обычаи. Если же это были бы искренние люди, верующие в то, на чём они религиозны, то они наоборот подгоняли бы обычаи под религию. Но основа мусульманина такова, что религия выше, обычая и ниже. Субтитры создавал DimaTorzok